Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну что? Удем? Я и так усыплю. Мы сейчас в другой масштаб фантазии уйдем от реальности, которая была в предыдущем докладе. Я в продолжении, мы работаем с Владимиром Ивановичем вместе, тоже физики по первому образованию. И вот сейчас сюжеты индекс революции и, соответственно, перспективных умвельтов, которые попадают в наше человечество в ближайшие десятилетия. Ну, понятно, что самые такие реальные, конкурирующие и взаимодействующие это умные среды, интернет вещей, техно-цивилизация и нейроны. Вот, понятно, что проблема переводов вот этих множества диалектов существует, вот блокчейн, соответствующий интернет вещей, но еще более, может быть, проблематично будет проблема совмещения этих букв в двух образов мира. Потому что ясно, что они развиваются параллельно, и интернет вещей дороговатая вещь, по сравнению, скажем, с нейрориальностью. Но уйти туда, наверное, было безнадежно уже вернуться, поэтому, наверное, они будут существовать параллельно, в каких-то степенях дополнять друг друга. И, конечно, надо, чтобы наша антропосфера могла пользоваться и как-то гармонизировать их взаимодействием. Мне кажется, это важно, вот такой сюжет. Вторая вещь, которая сегодня тоже у всех на слуху, это возникновение новой субъектности. Речь идет уже не о личности, а о коллективном бессознательном, с которым вроде бы мы начинаем работать. В первую очередь, это такие квантовые коллективные феномены, которые связаны с мудростью толпы. Вы знаете, что система опроса в сети по какому-то мелкому поводу, где нет даже какой-то сильной загруженности, заинтересованности, в итоге может дать результат, превышающий всякое ожидание. И в каком-то смысле возникает вот такой коллективный субъект, который способен прогнозировать. Он не дает вам адрели, конечно, он не дает вам сценария развития, но на точечные сюжеты найти огнетушитель в парке Нью-Йорка, пожалуй, сеть Nokia может ответить с достаточной надежностью. С этого началось сегодня, это экспертная система, работающая и на финансовых рынках, и даже научные эксперименты, в том числе планирование экспериментов проводится. Вот такая система, ей будут передаваться постепенно определенные зоны ответственности в принятии решений. Мне кажется, что умные среды, интернет вещей, они могут в каком-то смысле начать взаимодействие с этим коллективным, бессознательным, с этим субъектом. Что это такое? Причем это очень удобно будет делать, поскольку у вас она спряжена с личностным, так скажем, присутствием каждого. И вы можете снимать эти представления, и не только историю вопроса, как блокчейн, закатать это дело, но и некое видение будущности. То есть это перспектива реализации такого онлайн-плебисцита по широкому кругу вопросов. То есть возникает другой уровень связанности социума, возникают коллективные субъекты, о которых сегодня мы даже не догадываемся. Вот этот круг вопросов, мне кажется, может в ближайшее время оказаться очень интересным. Ну, так же, как и проблема управления вот такими финансовыми средами в отсутствии, ну или в частичном отсутствии банковской стратегии и управляющих, соответственно, субъектов. Вот, может быть, часть из них будет связана с коллективным, бессознательным, с которым мы начинаем вступать сегодня в диалог. Все, спасибо. Спасибо. Носов Николай Владимирович, киндотехнических наук, профессионал.